начнем наше занятие у нас курс история социологии классической меня зовут александр я буду у вас курс вести я работаю в институте социологии с главным научным сотрудником и работаю профессором в некоторых московских вузах конечно речь не может идти о каком-то систематическом курсе учитывая объем но речь пойдет некоторых избранных страницах истории социологической мысли более или менее важных или более важных я надеюсь хотя наверное не всех важно не знаю у вас у всех есть социологическое образование нет может поднимите руки у кого есть спасибо опустите значит у кого нет а те у кого есть что закончили в основном социологические факультеты университетов ясно конечно в такой небольшой аудитории преподавать хорошо на предмете даже если они искренне этого хотят поэтому в такой маленькой аудитории чувствуешь просто расслабляешься в какой-то степени учитывая это учитывая что нас немного вы можете в процессе и задавать вопросы или прерывать по мере если будут возникать какие-то вопросы сколько размер аудитории это позволяет на что опираться что за книги и учебники нужно будет использовать процессе работы над этим предметом ну те у кого есть уже образование наверно знают многие из них во первых только что вышел четвертый том четырехтомника истории теоретической социологии под редакцией юрия николаевича давыдова нашего заведующего сектором история теории теории социологии института социологии ран история теоретической социологии в четырех томах она тут есть эта книга и есть и в продаже и в библиотеке повторяя четвертый том только что вышел из дитомника тоже под редакцией юрия николаевича давыдова вышло два тома с таким же названием история теоретической социологии но уже в пяти томах два тома вышли три еще нет затем еще одна такие две книги одна называется очерки истории теоретической социологии 19 начала 20 веков повторяю очерки истории теоретической социологии 19 начала 20 веков москва издательство наука девяносто четвертый день тоже под редакцией юрия николаевича давыдова издал при содействии фонда сороса вы видели такие желтые книги хотя и не все книги соросовской программы желтого цвета значительная их часть вторая книга тоже называется примерно также очерки истории теоретической социологии 20 века эти истории теоретической социологии 20 века тоже в желтой обложке москва издательство наука тоже полный девяносто четвертый год если мне память не изменяет старая книга семьдесят девятого года возможно вам знакомая под редакцией игоря семеновича кона история буржуазной социологии 19 начала 20 веков история буржуазной социологии 19 начала 20 веков под редакцией икона москва издательство наука 79 год книга старая и естественно в ней немало идеологических штампов характерны для того времени но она сделана профессионально профессионализм он пробивается и сквозь всякого рода идеологические препоны и учитывая сам факт что из нее продолжают воровать дорогие коллеги до сих пор говорит о том что она хорошо была сделана несмотря на все сложности потому что что хорошо сделано то хорошо и это была хорошая книга несмотря повторяю на всякого рода штампа которые неизбежно присутствует и несмотря на ту печать того времени который она на себе несет из зарубежных книг переводных можно назвать книгу раймона а рона катак развития социологической мысли этапы развития социологической мысли москва издательство прогресс 93 год эта книга представляет собой основана на лекциях раймона а рона в сарбоне которые он читал когда-то шестидесятые годы и сейчас она доступна нашему читателю помню что когда я был студентом тогда она была видеть таких ротопринтных выпусков отдельных и игорь семянчик он мне тогда ее давал читать это была большая редкость она не была переведена еще теперь вот она сам раймона рон и и переработал когда еще был жив естественно и она вышла в шестьдесят шестом году если мне память не изменяю во франции уже не все ли курсы сарбонны как она была в таком мемеографическом что ли видеть в виде отдельной книги во франции потом вот даже наступило такое время когда у нас она была переведена и хотя книга это несет на себе отпечаток того что это лекции все таки и она не везде все-таки трансформирована как мне кажется книжный жанр там много всякого рода отступление и таких рассуждений не очень может быть иногда уместных и не всегда можно там совсем соглашаться но это реймон а рон это выдающийся ученый и мыслитель был и безусловно она полезна для всякого кто так или иначе имеет дело с историей социологической мысли ну и наконец моя собственная книжка на которую я естественно буду опираться и как бы я не хотел я не смогу не использовать ее а я этого и не хочу против значит книга называется 7 лекций по истории социологии и сейчас через неделю две выйдет четвертое издание этой книжки значит можно любое здание она тоже здесь есть библиотеки естественно повторяю я буду многое из того что я буду говорить хотя и далеко не все будет базироваться на том что там написано поскольку я не вижу основания отказываться ни от чего единственное что я могу что-то наращивать что-то добавлять или чего-то не упоминать поскольку естественно все это да не возможно да и не без того что там написано вот пожалуй все и нужно конечно упомянуть и о жанре таком словарно-энциклопедическом которые для нашей дисциплины может иметь тоже особое значение не для того чтобы не читать другие книги по социологии поскольку студенты иногда бывает у меня там они считают что если он прочитал статью в словаре она естественно маленькая то это уже достаточно и можно не читать более пространные тексты нет конечно но словарно-энциклопедический жанр хорош тем что с него хорошо стартовать и соответственно начиная знакомство с тем или иным сюжетом историко-социологическим очень полезно заглянуть в энциклопедию или в словарь который может служить в качестве своего рода путеводителя в этом текстуальном море так сказать что за словарей энциклопедии да я забыл сказать что вообще еще много других книг по истории социологии они разного качества сейчас появилось довольно много и продолжает появляться но я все не называю просто иногда потому что не хочу потому что качество иногда невысокое иногда просто потому что это невозможно слава богу что сейчас в общем довольно много книг в отличие от былых времен когда если что-то было то было только одно и все и больше ничего уже не было это могло одно и хорошими и плохими но оно было одно сейчас появилось много всего и хорошего и плохого естественно тоже потому что плохое это та цена которую мы платим за прогресс какой бы то ни было области как говорил Хаксли Олбас Хаксли теория прогресса это теория по которой согласно которой можно нечто обменивать на ничто но поскольку так не бывает то значит естественно приходится платить за количественный рост чем-то так вот вернемся к словарно энциклопедическому жанру из словарей энциклопедии можно использовать большую советскую энциклопедию третье только издание опять-таки несмотря на то что она несет на себе печать своего времени и там немало идеологических штампов и глупостей она тем не менее высокого уровня в области социологии и по части фактических данных и в области изложения даже и теоретических представления я просто могу сравнивать с разными энциклопедиями и могу сказать что например у нас несколько лет назад была попытка издания энциклопедии британики последнего издания и мне пришлось иметь дело в качестве редактора смотреть статьи социологические из британики и могу с полной ответственностью сказать что уровень социологических статей в этой британике в этой я подчеркиваю был ниже чем в той большой советской энциклопедии 70-х годов третьего издания и по части фактических данных масса ошибок просто было и поверхностное совершенно изложение и вообще старые британики лучше чем новый но это другой разговор так что вот на этом фоне я еще раз увидел что поскольку мне пришлось в том третьем издание немало сотрудничать и там был хороший коллектив редакции философии который старался осуществлять отбор качественных материалов и делать так чтобы продукция была хорошей философский энциклопедический словарь москва издательство советская энциклопедия либо первое издание 83-го года либо второе лучше 89-го года тоже там много социологических статей значительная часть может не меньше половины я думаю и его тоже можно использовать прошу только не путать с другим словарем в девяносто четвертом году была выпущена краткая философская энциклопедия неизвестными мне авторами и они в аннотации написали что вот впервые за долгие годы тоталитаризма вышла такая книга но когда я открыл и посмотрел во первых это было не неправда а во вторых когда я посмотрел я тут же в ужасе ее захлопнул потому что там была такая чушь написана что смотреть было невозможно так эти бравые ребята сделали второе издание и украли название этого философского энциклопедического словаря и свою эту книгу краткая философская энциклопедия они уже издали под названием философский энциклопедический словарь и вот я прошу не путать с этим другим изданным я не помню в каком издательстве но эта книжка во всяком случае в тех областях которые меня касаются или это плохо сделано поэтому не путайте пожалуйста с тем философским энциклопедическим словарем и это еще раз доказывает что не все что сделано позже сделано лучше словарь выпущенный сектором истории теории социологии под редакцией юрия николаевича давыдова называется современная западная социология вышел в политиздате в москве в девяностом году хороший словарь и многие пользуются его весьма активно современная западная социология словарь москва политиздат девяностый год тоже под редакцией юрия николаевича давыдова недавно вышли еще словари есть учебные социологические словари выпущены мгимо под редакцией сергей александровича кравченко есть российская социологическая энциклопедия тоже можно использовать под редакцией осипова геннадий васильевича российская социологическая энциклопедия или она называется прежнее издание выходили по другим названиям а вроде как социологические слова ну вот пожалуй насчет да ну и конечно некоторых классиков слава богу сейчас они есть в наших русских изданиях поэтому я прошу тоже иметь в виду их существование это и два тома Макса Вебера были изданы один в издательстве прогресс в девяностом году Макс Вебер избранные произведения Москва прогресс девяностый год затем еще один том Макс Вебер избранные образ общества изданные в издательстве юрист том произведений Вебера два тома Зиммеля Зиммель произведения в двух томах точные но вы легко найдете в каталоге это не проблема один том называется проблема культуры второе созерцание жизни что-то в этом роде но это не важно главное что это двух томник Зиммеля произведения Эмиля Дюргейма были изданы с начала в девяностом году в издательстве наука вышел том заключающий в себе две собственно книги Дюргейма это разделение общественного труда метод социологии в одном томе с послесловиями комментариями Москва издательство наука 90-й год затем том изданный тоже Дюргейма книга которая называется социология ее предмет метод предназначения собственно заглавие мое а не Дюргейма но туда входит опять же работа метод социологии метод социологии и еще шесть работ Дюргейма написанных в разные годы важные работы широко известные во всем мире это значит сборник повторяю называется социология ее предмет метод предназначения Москва издательство канон 95-й год и еще одно издание работы Дюргейма о разделении общественного труда Москва издательство канон 96-й год кроме того были изданы кстати и христоматии по истории социологии которые тоже можно использовать хотя учитывая что социология ваша профессия христоматиями пользуются недостаточно конечно но тем не менее они христоматии тоже могут быть весьма полезными в частности вышли две христоматии по истории западноевропейской социологии она эти книги так и называются западноевропейская социология 19-го века тексты и западноевропейская социология 19-20 веков тоже тексты они тут по моему есть все то есть не все некоторые из книг которые я называю есть тут в продаже и есть в библиотеке христоматия есть еще одна под названием американская социологическая мысль она первый раз вышла в 96-м году а потом была переиздана еще в 99-м под редакцией добренькова Владимира Ивановича американская социологическая мысль там это сборник текстов американских социологов классиков у нас мы с вами я думаю у вас будет наверное у вас будет специальный курс истории русской социологии поэтому я о ней сейчас ничего не говорю речь у нас идет только о западноевропейской и американской социологии вот пожалуй насчет литературы и все ну если у вас есть вопросы по этому поводу да были еще классики издавались в последние годы Мангейм Шеллер многие другие я всех не называю издавали Тарда Габриэль о котором у нас тоже пойдет речь и немецкие, английские, американские социологи хотя положение с изданием зарубежной литературы в социологии нельзя сказать что это было таким как в экономике например но все таки определенный прогресс наблюдается в этой области если у вас есть вопросы по поводу всей вот этой тематики книжно-справочного учебника нет? все ясно? теперь нам нужно будет реферат вам нужно будет написать по истории социологии это тоже входит помимо экзамена у вас будет вот число ваших обязанностей входит и написание реферата по истории социологии значит нам нужно будет с вами с каждым обсудить и утвердить тему этого реферата и с тем чтобы вы приступили как можно скорее к его написанию чтобы не задерживать его завершение так вот поскольку чем раньше вы начнете тем раньше и закончится как говорил по норку по моему корабле сила не в том чтобы быстро бегать а в том чтобы раньше выбежать так вот чем раньше вы начнете этот реферат тем вы соответственно сможете раньше его и закончить на должном уровне я надеюсь при выборе темы вы уже начинаете думать о том какая тема была бы вам близка пусть формулировка будет сырой или вообще не будет никакой вы просто сможете сказать что вас интересует а мы совместно утвердим это но мой совет постарайтесь сделать так чтобы эта историко-социологическая тема определенным образом была связана с вашей темой более общей с темой вашей будущей магистрской диссертации с тем чтобы она работала на вашу главную такую цель стратегическую задачу каково является магистрская диссертация и в этом смысле историко-социологический реферат может помочь вам в вашей работе и служить подспорьем поскольку история социологии хороша тем что она полезна всем всем полезна всем хороша как в рекламе собственно об этом и будет моя первая лекция состоять в том чтобы сказать такое свое хвалебное слово истории социологии похвальное слово такой был жанр когда-то похвального слова был очень популярный и вот в этом жанре наверное отчасти будет исполнена первая первая тема это наше первое занятие с учетом вашей темы вы вы размышляете о теме вашей вашего реферата по истории социологии и надо будет не откладывая этот ящик поскорее судить утвердить и приступить к работе надо рефератом по этому поводу нет вопросов пожалуйста я хотела спросить каким периодом и какими персоналями скажем так с каких начинается и какими заканчивается ваш курс значит насколько я могу судить у нас всего в распоряжении будет максимум часов 40 и персонали будут классики широко известны надеюсь и вам начиная от ну удельный вес каждого классика конечно будет различен мы будем говорить немножко об аристотеле может быть по касательной о монтеске о гопсе ну а так уже если с точки зрения более основательного знакомства то речь пойдет о конте о марксе о спенсере о некоторых фигурах как вебере дюрдеями парэто зиммеле вот примерно так да а сами которые мы можем использовать персонали более позднего и нет более позднего пожалуйста двадцатый век вплоть до конца но ну конечно все таки желательно все таки чтобы там присутствовал некоторое исторический элемент не совсем уж так потому что у вас будет еще курс современных теорий и тогда это может по жанру как бы выйти за наши пределы но это не страшно в принципе могут быть и современные тоже подходы теории и так далее на какое время например курс то есть на какое время ориентироваться вратарь и реферации значит надо уточнить будет у Сергея Евгеньевича на когда назначен у вас экзамен по этому курсу если я так чисто умозрительно могу думать что это может быть где-то в марте а значит до марта где-то в феврале вы должны его уже сдать чтобы я мог это проверить и чтобы вы в любом случае это должно быть до экзамена и не непосредственно перед экзаменом но желательно за несколько недель в конце января уже в этом году да правильно ну мне еще пока признать об этом ничего не известно но это большое счастье потому что сейчас вот опять же у меня в высшей школе экономики где я преподаю там львиная доля усилий преподавателя приходится на проблемы контроля собственно 90 процентов моего времени это контроль контроль еще раз контроль я не столько думаю над тем что и как преподавать сколько что и как проверять я придумываю какие-то тесты там накопительная система баллов потом эти баллы надо опять 100 баллов переводить опять в 5 баллов потому что в зачетку 100 баллов выставлять невозможно и так далее народ совершенно в этом смысле обезумел и значит я посчитал что более 80 процентов моего времени должно уходить на проверку и письменных работ и всякого рода других вещей все это учитывая что там большой массы это довольно напряженно и на самом деле это жуткий перекос потому что удельный вес контрольных функций в преподавании не может быть столь большим правда теоретики эти энтузиасты этого дела но у нас как всегда когда что-то даже здравое начинает внедряться оно почему-то приобретать какие-то карикатурные фоны так вот энтузиасты этого дела они говорят что зато вот они больше самостоятельно работают но это совсем не доказано что они больше самостоятельно работают и что я должен все время сидеть их проверять поэтому здесь не говоря уже об индивидуальной работе со студентом и так далее поэтому то что я сейчас могу вот так не думать еще не начав преподавать о том как же я буду это все как в случае вот я не столько думаю что им там преподавать сколько как это принимать так вот это я очень рад что я могу сейчас еще об этом не знать и не думать но я узнаю конечно естественно студентов всегда интересует я понимаю а как сдавать а как там будет зачет это первое что всегда спрашивают я понимаю интерес вот но мы уточним там я узнаю и мы это выясним когда это будет в любом случае значит у вас рефераторы должны быть до экзамена сданы может быть там какие-то изменения произошли в планировании этой работы я еще не знаю но по прошлому году я помню что вроде это должно было быть в марте и в позапрошлом году это планировалось в марте а в прошлом году было сдвинуто вообще куда-то к лету в силу обстоятельств я за месяц уезжал в командировку ну и вообще и по другим причинам может быть это было сдвинуто ну что ж есть ли у вас и может еще есть вопросы до 20 страниц не больше может быть 15 если у вас нет больше вопросов то тогда мы с вами плавно перейдем к собственно нашей сегодняшней теме а именно история социологии как область знания это наша сегодняшняя тема или иначе говоря что такое история социологии социологии должен сказать что история социологии вообще одна из моих если говорить о чисто личных каких-то моментах я давно занимаюсь историей социологии со студенческих лет можно сказать и и очень эту дисциплину люблю и хотя мне в жизни пригодилось заниматься очень разными вещами социологии о которых даже некоторые мои коллеги не подозревают в частности у меня есть работы посвященные проблемам личного подсолненного хозяйства или формирование ассортимента электро-бодовых изделий там как это не может быть смешно я говорю некоторые не подозревают и думают вообще что я всю жизнь только занимался изучением людей и писал только вообще о нем но вот я хочу сказать что чем бы я ни занимался я всегда занимался историей социологии либо свободное от работы в это время так сказать либо внедряя ее в те предметы которыми мне приходилось заниматься и это всегда оказывало мне большую помощь и всегда было интересно потому что на самом деле если человек не знает это я уж так сказать буду об этом говорить более детально если человек не знает историю науки то он даже если он сделал что-то исследовал он никогда не может знать открыл нечто уже давно открытое и ломится в открытую льведь так сказать то ли он действительно что-то новое сделал и ценное даже для того чтобы понять что я сделал даже для этого нужно историко-социологическое видение предмета или если угодно историко-социологическое мышление я когда первый раз использую словомышление я заметил что народ напрягается и как-то начинают особенно молодые студенты первокурсники начинаются шутки вроде как что мышление от слова мышь и мне приходится сразу оговаривать поскольку я уже имею опыт такого рода что слово мышь на самом деле произносить с ударением на первом слуге в профессиональной среде так принято у психологов философов и социологов хотя и ударение на втором слуге тоже не ошибка это слово с двойным ударением как вы можете убедиться в любом словаре но в профессиональной повторяю среде я просто так привык со студенческих лет принято делать ударение на первом слуге поэтому не удивляйтесь и не думайте что преподаватель такой глупый значит неграмотный не знает что нужно говорить мышление так вот теперь непосредственно к нашим сюжетам ну и вы конечно знаете что социология как и любая более или менее зрелая наука носит дифференцированный характер и что собственно говоря так же как нет физики вообще так нет и социологии вообще а есть отдельные социологические дисциплины это как есть физика твердого тела или физика элементарных частиц или астрофизика и так далее так и есть социологии во множественном числе и в этом смысле степень дифференциации науки это показатель своего рода ее зрелости так вот история социологии принадлежит числу вот таких вот дисциплин но при этом это дисциплина это дисциплина особая поскольку это не просто одна из дисциплин внутри социологии а это если угодно такая область которая пронизывает все сферы социологического знания начиная от общей социологии и кончая частными социологиями поскольку у каждой из этих отраслей есть своя история собственно говоря задача всякой истории будь то гражданская история история в обычном смысле слове история общества она должна ответить на несколько вроде бы совершенно простых вопросов а именно что было где было когда было почему было и при каких обстоятельствах вот если говорить об истории социологии в связи с этим задача историка социологии выглядит довольно просто рассказать просто как было дело в этой науке но внешняя простота здесь скрывает на самом деле достаточно серьезные сложности и даже вопрос о том что было в истории социологии не так просто как он выглядит как он выглядит в начале что было мы очертить даже пространственные границы социологии не так просто вот некоторые есть работы например о социологии индейцев силу это в этом смысле можно сказать что у индейцев силу тоже была своя социология как и в любом обществе где есть какие-то естественные представления о взаимодействии между людьми о социальных отношениях и так далее изучает ли историю социологии это или нет значит либо пространственные границы этой дисциплины беспредельные так сказать и у истории социологии так же как и у собственно социологии нет берегов либо это нечто более узкое и тогда возникает вопрос как же все-таки это ограничить и временные рамки этой дисциплины тоже не так просто очертить поскольку в зависимости от того что мы понимаем под социологией мы начинаем ее историю и периодизируем ее так сказать эту историю поэтому даже вопрос о том что было в истории социологии не так прост значит конечно ясно что представление о том что такое история социологии предполагает представление о том что такое социология и в зависимости от того как я отвечаю на второй вопрос я отвечаю и на первый значит нужно прежде всего очертить что такое социология с тем чтобы представить себе ее пространственные повторяю временные рамки и для того чтобы мы тогда могли бы представить ее историю в зависимости от того как мы представляем себе социологию мы представляем себе и то когда и где она начинается где она вообще развивается и где она находится сегодня поэтому уместно сначала сказать о том каковы признаки главные признаки или критерии социологического знания и в зависимости с тем чтобы потом когда мы твердо уверены что это именно социология а не что-то другое мы могли описывать и объяснять ее историю вот я здесь я значит воспроизвожу конечно те представления которые я о которых я говорю в своей книжке и как мне видится этот предмет я остановлюсь на четырех группах таких критериев которые позволяют нам идентифицировать социологию отделять ее от того что социологией не является и таким образом позволяет нам говорить о том что мы имеем дело с историей социологии а не чего-то иного вот я выделяю четыре группы таких критериев и первая группа этих критериев социологии как науки это онтологические критерии напомню вам что онтология это область знания о бытии о реальности независимо от того как это бытие и как это реальность исследуется как они постигаются онтология условно говоря это сфера знаний о бытии так вот определить онтологические критерии науки значит определить кто каков ее специфический объект о чем содержащиеся в этой науке знания каждая наука прямо или косвенно даже если она об этом не говорит но все таки очерчивает ту область знания которую она изучает если ответить говорить в общем виде то здесь достаточно очевидно что онтологические критерии социологического знания в целом заключается в том что это знание об обществе о социальных взаимодействиях о различных проявлениях и воплощениях этих взаимодействий и продуктов социальных различного рода в общем можно сказать что социология это сфера знания которая содержит в себе высказывания о социальной реальности высказывания о социальной реальности другое дело что эти высказывания могут быть различными и эта социальная реальность в истории социологии понималась по-разному иногда социальную реальность общество понимали как мнимую фиктивную сущность с этой точки зрения общество не есть какая-то особая сущность это есть лишь некое имя или знак для обозначения определенного множества индивидов это относится и к обществу и к группе и к любым таким обществоподобным или группообразным сущностям значит повторяю с точки зрения этой общества это есть собственно то множество индивидов которые составляет это общество и не более того такая точка зрения получила название социальный или социологический номинализм от латинского слова номен имя или номинализ то есть относящиеся к именам к именам другая противоположная точка зрения получила название социальный или социологический реализм с этой точки зрения общество не сводится к сумме тех индивидов которые это общество образуют с этой точки зрения откуда и термин собственно реализм общество это есть реальность особого рода которая не сводится к этому множеству индивидов из которых оно состоит условно говоря если мы имеем н индивидов в обществе или в группе то в результате их взаимодействия или их ассоциации или их взаимоотношения возникает реальность н плюс 1 которая и представляет собой эту новую реальность которой не было до того как эти индивиды собрались вместе согласно одной точке зрения общество это есть прежде всего материальная и природная сущность и сводится к тем или иным природным измерениям будь то биологические факторы географические экономические трактуемые как нечто материальное потому что экономика на самом деле это не менее духовная сфера чем любая другая но экономику можно трактовать и как сугубо материальное образование такая точка зрения получила выражение в различных натуралистических и материалистических во зрениях на социальную реальность противоположная точка зрения спиритуалистская идеалистическая наоборот рассматривает общество как прежде всего внеприродную надприродную реальность как реальность духовную либо преимущественно либо исключительно во взглядах на социальную реальность мы встречаем и различные формы редукционизма от слова редукция что означает сведение в этих трактовках социальная реальность сводится к той или иной сфере социальной реальности которая провозглашается главной соответственно мы имеем дело с различными видами редукционизма в зависимости от того какой из сфер социальной реальности или иначе говоря какой из подсистем социальной системы производится это сведение или редукция если главной провозглашается условно говоря политика то и все общество рассматривается прежде всего как политическая реальность и мы имеем дело с политическим редукционизмом если главным главной сферой социальной жизни провозглашается экономика то мы имеем дело с экономическим редукционизмом и так далее то есть иначе говоря происходит редукция социальной системы или социальной реальности к той или иной ее сфере или какой-то ее стороне или к какому-то из ее элементов но как бы то ни было как бы не понималась социальная реальность если мы встречаемся с высказываниями об обществе как таковом то возможно хотя и не обязательно мы имеем дело с социологией а стало быть мы можем это включать в историю социологической мысли общество во всех этих интерпретациях так или иначе трактуется как многообразные формы совместной жизнедеятельности людей объединения людей ассоциации людей взаимодействия людей вот везде где мы встречаемся с высказываниями по этому поводу повторяю возможно мы имеем дело с социологией при этом общество что очень важно это категория которая не совпадает с такими категориями как люди человечество народ этнос нация государство цивилизация все это понятие которые могут пересекаться с понятием общества но они с ним не совпадают и социология так или иначе имеет дело именно с категорией общества или подобными ему шире или иначе говоря социальной реальностью или социальностью в тех или иных ее проявлениях общество в такой интерпретации не совпадает в общем чистом виде ни с природными ни с божественными ни с какими-то другими сущностями в целом можно сказать что социология а стало быть и ее история начинается с осознания того что общество людей группа людей взаимодействие людей это специфическая реальность которая занимает какое-то особое место в системе мироздания и по поводу которой существуют некие высказывания но вот этих онтологических критериях все же недостаточно хотя бы потому что как я только что говорил существовали социально-номиналистские теории отрицавшие особый онтологический статус общества как особой реальности главное значение имеет все же другая группа критериев это критерии теоретико-познавательные или эпистемологические критерии эпистемология напомню это область знания или условно говоря наука о познании и его инструментах в какой-то мере этот термин близок к понятию эдносиология тоже иногда использующемуся и так я теперь перехожу к этой второй группе критериев социологического знания эпистемология эпистемологические критерии социологического знания состоят в том что социология это не любое знание об обществе и не любые высказывания об обществе потому что высказывания об обществе встречаются И в религии, и в морали, и в утопическом сознании, и в обыденной жизни мы часто говорим об обществе. Поэтому социология это не всякое знание об обществе, а это научное знание об обществе. То есть, иначе говоря, общество должно стать объектом специфической установки и специфического вида деятельности, которые мы называем наукой научной деятельности. Но что такое научное знание об обществе? Некоторые думают, что научное знание в этом случае это синоним истинного знания, а не научное, это ложное. Но такая точка зрения не выдерживает критики по двум причинам. Во-первых, потому что в науке об обществе было высказано немало ложных суждений об обществе. А во-вторых, потому что вне науки было высказано немало истинных суждений об обществе. Значит, истинность не может служить критерием научности вообще и в социологии в частности. В суждениях об обществе в частности. Другая точка зрения состоит в том, что научное знание, особенно опять-таки применительно к обществу, отличается от других форм знания тем, что это знание точное, фактуальное, в котором нет места умозрительным заключениям, выводам разного рода, в котором нет места деятельности воображения, фантазии, абстракции и так далее. Такая точка зрения представляет научную деятельность как процесс непрерывного сбора точно фиксируемых фактов. Задача ученого в этой интерпретации выглядит таким образом, что ему нужно непрерывно собирать, собирать, собирать точно установленные факты, которые выглядят как своего рода цветочки на лугу, которые достаточно собрать в букет, чтобы появилась наука. Но на самом деле так не происходит, потому что имеется, во-первых, бесчисленное множество точно фиксируемых фактов, которые к науке, во-первых, никакого отношения не имеют, во-вторых, в науке и не нуждаются для того, чтобы быть фиксируемыми. Например, мы точно знаем, что сейчас на улице день, а не ночь, что не идет дождь, и никакой науки нам для этих констатаций не нужно. Может идти речь и о каких-то более сложных констатациях. Например, что, допустим, Пушкин родился в 1799 году. Ну ладно, Пушкин мы его все знаем, но, допустим, ваш друг какой-нибудь мог родиться 15 июля 1895 года. И это может быть достовернейший факт. И никакой науки вам для того, чтобы вы точно знаете, что он тогда-то родился. Но не нужно никакой науке. Значит, научные факты – это результат специальной обработки реальности. Иначе говоря, в науке всегда есть место и воображению, и фантазии, и без нее она не существует. Но главная особенность научных фактов состоит в том, что они представляются, представлены в виде идеальных или идеализированных объектов. Что это такое? Идеальные или идеализированные объекты – это не есть продукт какой-то неудержимой деятельности, фантазии. Это, они берутся тоже из реальности, но это те стороны реальных объектов, которые наиболее значимы в том или ином отношении для исследования и для исследователя. И которые представляют собой наиболее существенные в том или ином отношении черты реальных объектов. Идеальный объект – это своего рода фонарь или прожектор, который высвечивает в реальности те или иные ее стороны. В конце концов, реальность можно представить себе в виде какого-то непрерывного потока, в котором мы своей познавательной деятельностью просто вырезаем для своих целей те или иные кусочки, с тем, чтобы их получше рассмотреть и учить и так далее. В конце концов, миру все равно, как мы его познаем. Мы его исследуем с тех или иных сторон, условно разделяя его на те или иные науки или разделы науки. И не зря Платон еще сравнивал хорошего философа с поваром, который разделывает птицу не как попало, а сообразно ее естественной структурой, так сказать. Тогда он разрезает ее так, что он ее не повреждает, и эта разделка осуществляется наиболее эффективно. Так и ученый, подобно этому повару, если прибегать к этому платоновскому сравнению, он только должен приспосабливаться к некоторым структурам реальности, но при этом он, повторяю, вырезает из этого непрерывного потока реальности какие-то кусочки, с тем, чтобы исследовать их в том или ином отношении для тех или иных познавательных целей. Идеальные или идеализированные объекты существуют во всех науках, и в естественных, и в гуманитарных, и какое бы понятие вы ни взяли, будь то квант, атом, хромосома, клетка, ген, статус, рождаемость, лидерство, все это идеальные или идеализированные объекты. Конечно, иногда эти идеальные объекты специально конструируются для научных целей, потому что в обыденной жизни мы с вами не говорим о хромосомах и атомах, и может пройти пять лет, и мы с друзьями ни разу не упомянем слово хромосома. А другие понятия, другие объекты берутся из обыденной жизни, но попадая в сферу науки, они интерпретируются уже по-иному, и хотя слово одно, а оно приобретая статус термина, уже интерпретируется иначе. И так же, как физик, когда говорит о температуре, имеет в виду не то же самое, что мы, когда ставим градусник, и точно так же, как тот же физик, когда говорит о весе, понимает не то же самое, что понимает штангист, когда поднимает штангу. Так же и мы, когда говорим в социологии о семье, о которой мы можем в повседневной жизни говорить сколько угодно, мы под семьей понимаем не то же самое, что в обыденной жизни. Вот я занимаюсь много лет проблематикой моды, и только что издал второе издание книжки своей о социологии моды, но моду я понимаю там, конечно же, не так же, как она понимается в обыденной жизни или даже в модных журналах. И не в том смысле, что я какую-то марсианскую моду там придумываю, а в том, что я из этих реальных модных поведений извлекаю некоторые черты, которые позволяют мне лучше понять моду с точки зрения той науки или тех наук, которыми я занимаюсь, изучая этот объект. Мода представляет для меня идеальный объект или идеализированный объект. Для более совсем уж наглядного представления о том, что есть идеальный объект, чаще всего в науковидении приводят геометрические фигуры. Ну вот возьмем, например, понятие точка. Мы прекрасно знаем, что в природе нет никаких точек. И тем не менее, когда мы говорим о точке, мы понимаем, что это есть нечто реальное, и что это не есть какой-то фантастический объект. Это именно идеальный объект. И хотя можно идти по улице сколько угодно и не встретить ни одной точки, если не считать, не понимать под точкой ларьки, то, несмотря на это, мы прекрасно понимаем, что о чем идет речь, когда речь идет о точках. Так и с любыми научными объектами. Итак, научные факты – это результат таких процедур, как абстракция, обобщение, сравнение, классификация и так далее. Идеализация в русском смысле слова. Очевидно в связи с этим, что если даже коллекционирование марок или спичечных коробков предполагает такого рода процедуры, то, тем более, это требуется для коллекционирования, условно говоря, научных фактов. Из того, что я сказал, следует, что социологическое знание, как и любое научное знание, отличается от обыденного знания, от житейского знания, от здравого смысла. Оно отличается и от народных наук, так называемых, то есть, таких некоторых воплощенных в традициях, форм, знания, о взаимодействиях между людьми, подобных в каждом обществе. Есть в нем социология, нет в нем социологии. В нем есть определенная фольклорная наука, которая воплощена в житейском опыте, подобно народной медицине. Это и представление о взаимодействии людей, о формах воспитания и так далее. Так вот, история социологии, конечно, этим не занимается, этими народными науками. И хотя здравый смысл, как я позже скажу, играет в социологии весьма важную роль, но, тем не менее, социология существует постольку, и поскольку у здравого смысла уж, по крайней мере, недостаточно. Приведу пример, о котором я всегда вспоминаю в связи с этими сюжетами. Уже лет, наверное, 15 назад я был на одной конференции всесоюзной социологической, посвященной проблемам образа жизни. И там выступал один социолог, специалист по социологии деревни, известный довольно ученый. И он рассказывал о положении на селе, о том, что там не хватает плугов, не хватает селок, не хватает запчастей комбайнов и тракторам, и домов культуры тоже не хватает. И вообще всего не хватает. Он описывал всю эту жуткую ситуацию. А я тогда сидел и думал, а, собственно, при чем тут социология? Достаточно быть информированным председателем колхоза или районного управления сельского хозяйства, поскольку тогда были такие структурные единицы административные, или журналистом районной газеты, для того, чтобы, если человек в курсе всего этого, все это рассказывать. И если у него в той системе дефицитарной, которая тогда существовала, если он обладал достаточной энергией и пробивной силой, он, прихватив там дары природы или дары колхоза, в министерстве пробивал нужные ему дефицитные плуги, сеялки и трактора. И таким образом заставлял крутиться эту машину. Но социологии-то тут при чем? Ничего социологического в этом докладе-то и не было. Другое дело, если бы этот ученый перевел эту проблематику на язык социологии и дал бы ее интерпретацию в других понятиях, тогда, может быть, все выглядело бы несколько иначе, и, может быть, оказалось, что там и не нужно столько клубов, и все, и запчасти тоже, может быть, не всегда нужны были. Итак, социология – это понятийное, это теоретическое осмысление реальности. Это знание систематизированное, которое отличается от просто некоего набора сведений, хаотического взятых, то тут, то там. Что очень важно, что это знание воплощено в определенных системах понятий, теоретических системах, моделях, схемах и так далее. Это знание формулируется в более или менее универсальных высказываниях, таких как законы, закономерности, принципы зависимости, частное обобщение и так далее. Эти высказывания называются номологические высказывания, то есть они носят более или менее универсальный характер. И хотя современная социология старается избегать слова «закон», и в отличие от пионеров социологической мысли, о которых мы с вами еще будем говорить, современная социология уже не стремится обнаружить так называемые неизменные естественные законы, как мечтал Абюрт Конн, например. Тем не менее, социология, поскольку это все же наука, и до тех пор, пока это наука, она обязательно опирается и включает в себя номологические высказывания. Нет номологических высказываний, нет и науки. И поэтому сегодняшние тенденции, есть мода сегодня на то, чтобы рассматривать науку как разновидность обыденного знания и так далее. Это, ну, в науке действуют моды, так же, как и во всякой другой области, и я не случайно занимаюсь этой проблематикой. Но и в этом направлении тоже есть свой вклад определенный, позволяющий науке не слишком удаляться от грешной земли. Но, тем не менее, если мы представим себе, что наступит когда-нибудь день, когда наука будет полностью откажется от номологических высказываний, и будет столько высказываний, сколько объектов, а их миллиарды, значит, столько и высказываний, это будет означать, что наука исчезла, а нет науки. Значит, наука, в той мере наука, в какой, повторяю, в ней есть номологические высказывания, то есть высказывания, носящие более или менее универсальный характер. От крического слова «номос», что значит «закон». Даже если в социологии мы встречаемся с причинным объяснением отдельного факта, а отдельный факт объяснять его тоже, в общем, задача науки, то даже в этом случае социологическое высказывание, как и любое научное, предполагает связь с высказываниями более универсального характера. Приведу такой пример. Допустим, мы хотим объяснить, почему произошла Октябрьская революция. Если историк объясняет это событие, событие уникальное, потому что не было двух Октябрьских революций, а была только одна, которая произошла в определенное время, в определенном месте. Так вот, историк, описывая и объясняя этот процесс, будет так или иначе стремиться объяснить его тем уникальным сцеплением обстоятельств, уникальным сочетанием причин и следствий, которое имело место и привело к тому, что было, к тому, что произошло. Но если социолог будет объяснять это же событие, то он обязательно постарается увязать это уникальное событие с некой неуникальной, более или менее универсальной тенденцией. И он тогда постарается сформулировать некое правило, гласящее, к примеру, что когда происходит война, когда экономическая и прочая ситуация резко обостряется, когда наступает голод и экономический, и какой хотите кризис, то степень вероятности того, что радикальные политические силы окажутся у власти резко возрастает. И с этой точки зрения Октябрьская революция, как ли вообще в таких случаях это бывает, явилась результатом таких-то и таких-то обстоятельств, условий, причин и так далее. Вот эти высказывания, о которых я говорил, предполагают определенные процедуры. Процедуры доказательства, проверки и опровержения. И эти процедуры осуществляются по определенным правилам. Эти процедуры могут быть как теоретическими, то есть понятийными, концептуальными, так и эмпирическими, то есть основанными на наблюдении, эксперименте, на статистических данных, выяснений, мнений и так далее. То есть иначе говоря, вот это очень важный момент. Социология в той мере в какой-то социологии, она не может, какая-то наука вообще, она не может, социолог не может говорить, и я убежден, или мне кажется, или я верю в той мере в какой он социолог, то даже если он так говорит, предполагается, что у него где-то есть доказательства, которые он либо приведет сейчас, либо не приводит, просто потому что у него нет времени, но оно где-то у него есть, там в портфеле или где-то дома. Ну вот, на этом мы сделаем сейчас с вами 10-минутный перерыв, а потом продолжим в нашей семье.